Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я сейчас собираю чемоданы, очень классное настроение, когда ты в предвкушении поездки. И я не стану тянуть, скажу, куда мы отправляемся. Значит, когда мы уезжали из Хорватии, мы с Томойком так переглянулись, а давай приедем еще раз в этом году? А давай. Поэтому мы сделали все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее вернуться. Так что мы приехали домой, поделали какие-то важные дела и отправляемся снова в Хорватию, в этот раз на две недели. Мы сначала думали ехать с друзьями, потому что те виллы, которые нас интересуют, они всегда рассчитаны на чуть большее количество людей, но потом мы как-то подумали, что мы просто хотим отдохнуть, расслабиться и побыть только вчетвером. На первую неделю приблизительно мы сняли виллу в северной части, то есть там, где мы были. Но мы поняли для себя, что мы столько всего до сих пор еще не узнали о Хорватии, столько всего мы еще не видели. И там очень комфортно, там очень как-то так, не знаю, на расслабоне, но это другой отдых, нежели в Италии. Хотя если сравнивать по ценам, то у нас получилось даже в Хорватии дороже, чем в Италии. И если раньше, когда мы туда приезжали 10-12 лет тому назад, было более бюджетно, то сейчас все цены гораздо выше. Что касается и питания, и также апартаментов, все еще можно найти что-то без бассейна, например, где-то ближе к морю. Но так как я вам рассказывала, мы руководствуемся разными критериями при выборе места. Давайте, наверное, когда мы приедем, я вам более подробно расскажу, потому что для многих непонятно, почему мы находимся довольно далеко от моря. И зачем ехать на море, если ты снимаешь виллу с бассейном, и что только в бассейне. Поговорим об этом чуточку позже, потому что мне кажется, что если ты чего-то не снимаешь, значит этого не было. Не совсем так, у меня просто не всегда с собой камера. А потом на вторую неделю мы едем на юг Хорватии. Там Макарска, это один из самых популярных туристических городков. Томак делал мне предложение, и там я узнала, что я в положении. Поэтому даже какие-то такие очень сентиментальные воспоминания у меня связаны именно с этим местом. Хотя я не могу назвать его моим самым любимым курортом, потому что там очень-очень много людей. Там в основном фастфуд, хотя сейчас, возможно, там многое изменилось, потому что я там в последний раз была лет 5 тому назад, наверное. Подождите, если Игнашику уже 5, значит больше. 5,5 лет тому назад. За это время многое могло поменяться, так что мы обязательно съездим. Я, конечно же, по возможности постараюсь поснимать кое-что для вас. Я очень-очень рада, что вам нравятся отпускные влоги, поэтому я беру вас с собой, можно так сказать. Также мы с Томаком подумали, что это наше последнее беззаботное лето, потому что со следующего года мы будем больше ограничены школой, так как учебный год длится до конца июня, и дальше нужно будет выбирать время для отпуска в июле или в августе. А сейчас мы принадлежим и сами себе. Когда захотели, тогда и поехали. Ну, даже не совсем так, потому что во второй половине августа нам желательно быть все-таки в Польше, потому что, возможно, начнутся дополнительные занятия для Захара, чтобы догнать программу первоклашек, потому что он не пошел в школу в 6-летнем возрасте, а в 7-летнем. Хотя я общалась со многими родителями, чьи дети уже начали первый класс в прошлом году, и все это онлайн-обучение не имело никакого смысла. Я надеюсь, что школы как-то подготовятся, потому что одно дело, когда это онлайн-обучение изначально, когда вся программа была подстроена под это, а совершенно другое дело, когда все происходит спонтанно и не знаешь, куда бежать, что делать. В Хорватии сейчас также отдыхает моя подруга, они уже там 9-й день, и они будут возвращаться в Польшу, заедут к нам, возможно, даже будут ночевать. Сегодня поехали туда же наши соседи с детьми, которые очень классно дружат с нашими мальчиками, мы тоже там встретимся. Возможно, наши друзья из Словении к нам приедут, но вообще мы просто запланировали поехать сами, набрали кучу книжек, будем читать, будем рисовать с малыми, будем путешествовать, будем отдыхать, купаться, загорать и просто наслаждаться прекрасной погодой и отпуском. За пару дней до отъезда меня поймал курьер с посылкой, которую я вообще не ждала. Я так понимаю, что марка Jeffree Star пришла сейчас в Россию, и она будет продаваться в Литуале. И эту коробочку я получила от Литуале, за что огромное спасибо. Либо в последнем шоппинг-влоге я была накрашена вот этими тенями. Я вне вот этой всей драмы, у них там свои разборки, я хотела бы попробовать формулу теней, но мне всегда казалось, что эти тени слишком яркие для меня, что они слишком интенсивные. Вы знаете, что даже если я крашу что-то посильнее, то это всегда будет в стиле нюд, или в стиле чего-то такого, типа более-менее дневного смоки. Вот. Темный макияж на мне крайне редко бывает, и какой-то яркий также. Но я хочу вам сказать, что я очень даже жду именно нюдовую коллекцию от этого бренда, потому что формула теней отличается от тех, которые у меня есть. Очень прикольная упаковка, она такая прочная, да, занимает много места, но я думаю, что это не палетки в поездку, потому что они слишком большие. И, кстати, было бы классно, если бы они еще выпускали какие-то мини-палеточки. И при помощи вот этих двух, трех даже оттенков можно сделать такой бомбический макияж. У них очень классная пигментация, вот этот мне еще нравится, и вот этот на осень. Этот, в принципе, я так глянула, этот просто светлый, сейчас, ой, даже перебор немножко получился. Короче, я сначала глянула, думаю, вообще не мои оттенки, но если так присмотреться, то здесь есть всего три таких нестандартные для меня цвета. Это оранжевый, вот этот ярко-розовый и ярко-фиолетовый. Давайте сделаем сводч. Вот такой. Они переносятся шикарно, они как бы немножечко резиновые в хорошем смысле этого слова. У них супер пигментация, и они не пылят, не осыпаются. Мне очень понравилось, как они тушуются. Блин, придется идти помыть руки, и они очень-очень хорошо держатся. Очень классно растушевываются прям. Я очень оценила и вернусь, и мы с вами сделаем обязательно собиралку с этими тенями, потому что палитра более носибельная, чем может казаться на первый взгляд. Если хочется чего-то поярче, то однозначно тоже получится. Много необходимых матовых оттенков. Вот этот немножечко персиковый тоже очень красивый. Еще в посылке был вот такой хайлайтер. Как вы понимаете, не совсем моя тема. Оттенок на любителя. Скажем так, я когда-то ради интереса попробую его нанести. Он с розоватым отливом. Но я предпочитаю что-то более естественное. Просто по приколу, когда я никуда не буду собираться конкретно, нанесу, посмотрим, как это выглядит на коже, чтобы понять, какой он именно по текстуре. И еще мне прислали вот такой наборчик помад. Я видела, что он продается. И эти же помады можно использовать навеки в качестве теней. Поэтому вот эти темные оттенки для более глубоких оттенков кожи. Но также можно наносить, например, в качестве подложки в каком-то макияже. Некоторые из них я сейчас специально поприносила из своих сумочек. Чтобы показать вам, как это выглядит, ну, наверное, несложно догадаться, что больше всего мне понравились вот эти четыре. И когда хочется чего-то более насыщенного, то беру этот. Но самые такие и в первый мир, вот эти два. Я бы взяла их в полном размере. Я обязательно это сделаю. И стоимость у них не заоблачная. Качество бомбическое. Не зря их так хвалят. Вы их однозначно увидите в моих каких-то фаворитах. И, пожалуй, вот этот... Нет. Вот этот я возьму с собой. Перед отъездом прям я еду на ламинирование бровей и ресниц. Сейчас у меня не окрашены брови. Я даже ничего не подщипывала. То есть это мои брови. Вот как они у меня растут. Я их практически не щипаю с подросткового возраста, когда я узнала о том, что можно щипать брови. Но у меня вот такая форма. Я ничего с ними не делаю. Там чуть-чуть вот здесь что-то убираю. Но и то несколько волосков от Росо. Вот такие у меня брови от природы. Ни много и ни мало, но они есть. Я записалась к очень классному мастеру задолго до того, как мы запланировали поездку. И потом уже нельзя было перенести на какое-то другое время. И многие хвалят Марго. Я думаю, что если вы живете здесь, то вы знаете ее. Поэтому я записалась к Марго на реснички и на брови. Она делает такие пушистики. Я, конечно, попрошу сделать себе что-то более такое меняемое, чтобы я не была похожа на Брежнева. Потому что мне кажется, что такие супер распушенные брови идут далеко не всем. Но реснички посмотрим. На этом глазу у меня сейчас как раз обновляются ресницы. И многие из них короткие. Невозможно нормально накрасить их тушью. Вот какие-то такие участки, где видно, что новенькие ресницы растут. Я думаю, что лифтинг и ламинирование ресниц уплотнят их и как-то красиво уложат. Не знаю, это будет мое третье ламинирование ресниц в жизни. Первые два мне совершенно не понравились. Поэтому решила пойти к классному мастеру. Рассчитываю на то, что я буду довольна результатом. И первое в жизни ламинирование бровей. Я пока что понятия не имею. Вообще не представляю себе, как мы спокоимся со всем нашим багажом. Это уже головная боль Томака. Он это придумал. Он купил скутер малым, но он сдувается тоже с мотором. А это подводный скутер, который он одолжил у своего друга. У друга их два. И это такая игрушка. Называется она Sea Bob. Мы с вами посмотрим, как это работает в море. В бассейне, я думаю, что нет смысла его использовать. Но прикольная вещь. И он также только что заряжался. К нему идет вот такая зарядка. Будем посмотреть, как этот Томак все запихнет в багажник. Но я думаю, что у него все получится. Потому что он очень хочет его взять с собой. То, как ты спишь, это вообще. Тебе мешает здесь мой подсвечник? Я заберу. Тебе вообще в принципе ничего не мешает, да? Боже, она так выросла. Когда ты успела так вырасти? Мика, можно узнать? Ты такая большая уже собакена. Это все равно моя маленькая девочка. Гляньте, какая лапенция. Ребенку пять с половиной месяцев. Я не знаю, что будет дальше. Но могу себе представить. Пора показать вам всю правду. Как мы на самом деле пакуемся в отпуск. Нет гламурных чемоданов. Луи-луи. А что пакеты из Икеи? Но если Тома не будет кататься на своем Сибобе, я его прибью. Потому что это безобразие. И это супер неудобно. Короче, в чем прикол? В том, что вот этих сумок поместится гораздо больше в багажник, чем чемоданов. И это все можно как-то утрамбовать, запихнуть вокруг чего-то бесформенного. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Что есть есть, приходится выкладывать, потом складывать обратно. Короче, вот таких сумок у нас несколько. И когда мы вот так вот ездим с этими сумками, на нас так смотрят, когда мы распаковываемся. Это дорого стоит. Выглядит это крайне забавно. Но серьезно, в пакетах помещается гораздо больше даже в сам пакет, чем в чемодан. Потому что чемодан, он такой, знаете, структурированный. И я не заметила, чтобы вещи мялись больше. Но я реально как бы ни складывала, по какой технике я там все не скручивала. Как-то столбиками там какими-то, не знаю, чем еще. Короче, вертикально, перпендикулярно достыл хлопковые вещи в итоге. Или что-то из натуральных материалов. И сами знаете, как это выглядит. Как из одного места. Поэтому я уже плюнула. После стирки что-то взяла. И в этот раз я брала меньше вещей для себя, меньше вещей для малых. Потому что там будет стиральная машинка. Если что, я заброшу, перестираю. И сколько там надо на морской отдых. Потому что в основном купальник, что-то набросит сверху. И я также вывела для себя очень интересную фишечку. Что перед отъездом домой я там простирываю некоторые вещи. И домой приезжаешь, уже нет вот этого напряга, что нужно все поскорее там постирать. Что у тебя вообще куча стирки по приезду домой. И так это все нужно раскладывать, остирать и развешивать. В общем, одной проблемой меньше. Поэтому я стараюсь загрузить стиральную машину в отпуске. Потом все сложить и дома только в шкаф. Вот такие дела. Рассказала вам всю правду матку, как оно есть в реальной жизни. Я забыла, куда я пристроила батарейку. И нашла ее только поздно ночью. В общем, сделала я ламинирование. Но нельзя мочить и смывать на протяжении 24 часов. Поэтому завтра, когда я это сделаю, я вам все покажу. Уже финальный результат. Сейчас у нас около пол первого ночи. Мы заехали в отель в Австрии. Мы ночуем здесь для того, чтобы разбить дорогу на несколько частей. И мы все будем спать в одном номере. Идем отдыхать. Потому что, честно говоря, я уже в машине спала. Как вы понимаете, пушистик тоже с нами. И она в прошлый раз ночевала в ванной комнате. Мы просто загородили ей выход туалетным... Не туалетным этим. Журналным столиком. И она вот так спокойно проспала всю ночь. Сегодня она сама выбрала самое прохладное место. Видите, мостится на плитке. Это такая плитка под дерево. Поэтому ей прохладненько, свежо. Она тоже, как видите, очень сонная. Поэтому мы отправляемся уже ко сну. И увидимся завтра. Доброе утро. Мы выспались сейчас. 7 часов утра. Надо еще сладко сопить. А то мы пошел выгуливать собаку с Сахаром. Сахар у нас ранее пташка. Поэтому он хвостиком-хвостиком побежал за папой. Так удобно. Проснулась. Нанесла немножечко тона. И подчеркнула губы карандашом. Вот такой вот результат. Мне кажется, очень симпатично. Очень естественно смотрятся реснички. Я планировала сделать ламинирование бровей. Но в конечном итоге, когда я приехала к Марго, а это мастер в Кракове, она также обучает всех. И да, она подтвердила те слова, что в Польшу эта процедура пришла недавно. И сейчас очень многие мастера или просто девушки проходят у нее обучение, у нее своя студия. Это опять же не реклама. Я поделюсь с вами контактами внизу, потому что мастер очень толковый. Она много объясняет во время процесса. Ну и она также является официальным представителем бьюти-драгс в Кракове. Поэтому мы с ней поболтали и о косметике. Оказалось, что она смотрит мои видео. Поэтому привет тебя. Спасибо за брови и ресницы. За то, что доказало мне, что их реально много. Даже без макияжа. Сейчас я быстренько собираю те вещи, которые мы принесли, какие-то пижамы. И уже будем отправляться в путь. Через 5 часов приедем на место. Ночевали мы в отеле Хилтон. Это, кстати, совершенно не люксовый отель. Очень простенький, но чистый. И они также принимают собакена. Мы за нее доплатили 20 евро. Она себя хорошо ведет, но я думаю, что собаки бывают разными. Интересно, сегодня суббота, раннее утро, и практически никого нет на улице. Мы решили позавтракать не в отеле, потому что там такие себе завтраки. Ранее мы всегда покупали завтраки в отеле, но в этот раз решили позавтракать в пекарне, которая находится в 5 минутах от отеля. И там гораздо вкуснее. Там также могут тебе нарезать салями буквально на один бутерброд. Типа как пекарня, и кофейня, и штрудели там продают, и молоко можно купить. В общем, мы поели на месте, еще взяли кое-что с собой. Капучинку, потому что одной мне недостаточно для того, чтобы утром проснуться. И теперь уже едем дальше. Я помню эти соки, точнее даже напитки из моего детства. Их у нас всегда продавали в школе. А сейчас я в продаже в Польше их не видела, а в Австрию приезжаешь, и они практически везде есть. Осторожно, чтобы не вылилось. Обнимаши. Господи, это самый вкусный штрудель, который я ела в своей жизни. И дело не в обстановке. Мы сейчас в Австрии на парковке. Но я думаю, что я приеду и дома поищу именно австрийский или немецкий рецепт штруделя. Мне нравится то, что здесь очень мало теста и много яблок. И он не слишком сладкий, но много корицы. И он такой прям какой-то легкий. Ну, в общем, растепопа. С молоком и со штруделем. Ну, иногда можно себе позволить. А что? Нас навигация так повела, что вот мы доехали до международного знака. Хорватия. Туда, если что. Ух, какая жара. То, чего мы хотели. То, чего нам не хватало. 37 градусов. Но как-то на юге это не так ощущается. Наверное, если еще рядом вода, то вообще комфортно. Вот если сидишь дома, там, в квартире, например, туда просто хочется застрелиться. И вообще, едешь в отпуск в теплую страну, чего еще можно ожидать. Пойдем с вами рассмотрим наше жилье на следующую неделю. То есть, приглашаю вас на рум-тур. За хорошее все купается. На террасе полутень. То есть, можно комфортно позавтракать или пообедать снаружи. Стол большой. Рассчитан минимум на 6 персон, но также поместится 8. Здесь бассейн в стиле инфинити. Также присутствуют лежаки. Здесь нас встречает Микуся. На самом деле, нас встретила хозяйка, но она что-то там еще подсказывает Томаку. Внутри находится большой зал. Тоже на 6 персон обеденный стол. Камин. Не знаю, зачем камин. Ну, наверное, больше для красоты. Мы специально выбирали дом в совершенно другом стиле, чем наш. И просто хотелось пожить в каком-то другом интерьере. То, что я очень хотела бы в моей кухне. Хотя это, я смотрю, даже не островок, а полуостров. Но наша планировка не предполагала. Поэтому попробуем, что это такое и с чем это едят. Все в таких очень спокойных тонах. Нет много декора. По сравнению с той вилой, в которой мы жили в прошлый раз. Ну, насколько я вот поняла и глянула, есть все удобства. То есть, это и... Ну, насколько я поняла, так глянула. Есть все удобства, конечно же. Холодильник, плита, микроволновка, духовка, посудомоечная машина. Ну, и все остальное, посуда там и так далее, это понятно. Со второй стороны большой диван, кресло, такая зона отдыха и телевизор. Если вдруг детям нужно включить мультик, что-то там сделать, но... Или кто-то предпочитает музыку, например, слушать, включая YouTube или телевизор. Пойдем наверх. Первая спальня. Я смотрю, тут уже Захар примирялся. Все в очень таком минималистичном, суперсовременном стиле. И для меня немножечко пустовато. Этому дому, вообще всем трем домам, которые здесь находятся, им всего лишь второй год. Поэтому они совершенно новые, но есть ценители как раз такого минимализма. Поэтому тут уже кто что предпочитает. Нам захотелось для разнообразия. Санузел. Тоже удобство. Также присутствует полотенце. Нужно узнать, где стиралка. Я ее пока что не видела. Большая душевая кабина. Я думаю, что здесь обоснуются наши мальчики. Или даже здесь. Прикольное кресло. Они похожи на то, которое я хотела. Холст. Оно абсолютно прозрачное. Не знаю, это они или нет, но по форме напоминают. Во всем доме расположены картины в похожем стиле. Какая-то такая нейтральная абстракция. Здесь две отдельные кровати. Я думаю, что здесь чаще всего или те, кто приезжают, ну не как пара или же дети. Телевизор очередной. Снова ванная. Классно, что есть биде. Мы уже настолько привыкли, что есть биде. И вот эти души, что мы ими постоянно пользуемся. То ноги помоют, то. Разное там можно сделать. Удобно, короче. И такая же большая душевая. Здесь, скорее всего, мы с Томиком будем спать. Большая кровать. В каждой комнате есть кондиционер. И к нашему приезду все охладили. Поэтому очень комфортно. И ночью можно будет спокойно спать. Комната огромная. Обратите внимание, что здесь вообще нет шкафов. А только вот такие вешалки. С этой стороны находятся типа как туалетный столик. Или рабочая зона. Также телевизор. Я не знаю, как можно смотреть на кровати. Но он здесь есть. Наверное, можно как-то его повернуть. Но мы ими не пользуемся. Я вам несколько раз говорила. Еще одно интересное кресло. Которое мы, скорее всего, вынесем на террасу. Вот это кайф. Большое окно в пол, которое еще и открывается. То есть с выходом на балкон и террасу. Вижу моих пингвинов. Плавают. Блин, купила онлайн спасательные круги. Один со спайдерменом. Захарка с ним, да. А второй с этим, с пожарным Сэмом. Который у Игнашика. Он такой маленький, что он в него не пролезает. Я что-то не дочитала или не знаю. Ну, короче, нужно искать новый. Вот тебе и онлайн шоппинг. Вода очень чистая, прозрачная. И бассейн, ну, не совсем маленький. Такой оптимальный, чтобы покупаться утром или вечером после моря уже. Здесь очень большая ванная комната. Я думала, что это джакузи. Но нет, это просто ванная. Хотя даже в ванной у меня как-то нет желания лежать. Ни дома, ни где-то. Но она здесь есть. Все, кто любят там порелаксировать, будут очень довольны. КОНЕЦ! Нам очень советовали этот ресторан местные жители. Идем отведать, что там вкусного и интересного. Мы очень голодны. Этот ресторан привлекает туристов не только кухней, но и также вот этими фигурками, которые сделаны из поролона. Очень оригинальные. Все вот эти картинки презентуют нам историю города. А вот этим произведениям искусства больше 30 лет. Ой, какой здесь милый дворик. Но мы хотим посмотреть, что же там наверху. Идем. Скажи, красиво там или нет? Так, я в предвкушении. Что-то мне подсказывает, что здесь итальянская кухня. Ой, ну я такое люблю. Виноград. Игнат, посмотри, сзади виноград растет и прям ягодки висят. Но они еще зеленые. Пенькни. Так, по-добам еще. Видите, все одобрили. Садимся. Я заказала закуску. Это типа как творожок с трюфелем. Я думаю, что довольно просто приготовить. И здесь еще есть какие-то травы и оливковое масло. Вкусноте нереальная. В городке Воднян находится самая длинная улица на полуострове Истрия. Мы сейчас вот уже во второй раз гуляем по ней. Днем эта местность выглядит так, как будто здесь совершенно никто не живет, потому что закрыты ставни, закрыты двери и вообще мало кого можно встретить. Боже мой, как я испугалась. Голубь перелетел с одного дома на другой. Вечером люди выходят наружу и сидят на стульчиках. В основном это пожилые люди. Они общаются, пьют вино и что-то там иногда даже бурно обсуждают, а иногда выносят колонку, слушают музыку. Выглядит это все как такая маленькая, совершенно нетуристическая Италия. Это туристические города. Здесь находится очень красивая церковь в стиле барокко. Мы всегда опаздываем на них, потому что все уже закрыто, когда мы сюда добираемся, потому что все-таки в городе довольно жарко днем. И ратушь красивый. Некоторые дома очень-очень симпатичные. Я вам потом покажу. И видно, что кое-какие подешевле. Ну, то есть вот строили их менее богатые люди, а некоторые с такими красивыми балконами. И сразу видно, что семья когда-то была очень-очень зажиточная. Но я думаю, что здесь люди немного зарабатывают. Мы разговаривали с местными. Здесь зарплата 300-400 евро где-то. Думаю, кайфует. Нравится тебе здесь? Очень. Очень-очень. Мы с Томаком все думали, куда бы нам податься во второй отпуск. И как-то так в этом году мы сошлись во мнении, что да, нужно ехать второй раз в Хорватию. Да, вот ставни открыты. Мы немножечко позаглядываем. Видите, что потолки деревянные. Очень-очень старые дома. И обратите внимание, насколько толстые стены. Именно поэтому они не сильно нагреваются. Некоторые дома были открыты в прошлый раз, когда мы здесь гуляли. И мы заходили просто в общий подъезд. Это настолько свежо. Так что я думаю, что в этих домах реально не очень жарко, если прятаться от солнышка благодаря ставням. Вот дом как дом, а потом раз приделываешь такой балкончик. И сразу как-то так по-другому воспринимается. Вот эти все знаки коричневые говорят о достопримечательностях, которые мы можем встретить на своем пути. Ну интересно же побродить по таким улочкам. Честно говоря, я могу и здесь потеряться. Не говоря о Венеции. Там, где вообще все улицы кажутся одинаковыми. Вот что я хотела вам показать. В этом городке можно встретить больше 38 или около того муралов. Это разрисованные стены домов. И это все не беспредел. Это не неконтролируемое граффити. Здесь проходят творческие фестивали, в рамках которых образуются, собственно говоря, вот эти картины живописные. Иногда они представляют историю, иногда что-то другое. Даже есть такой квест для туристов найти все вот эти муралы. Они иногда бывают черно-белыми, иногда вот такими цветными, в разных стилях. И это на самом деле очень интересно смотрится на контрасте с таким старинным городом. Человек ведет нас в самую узкую улицу. Если я застряну и больше не буду снимать влоги, то это все его идея. Я вас не обманываю. Гляньте, как это выглядит. Я помещусь или нет? Проверка, надо худеть или нет? Вроде поместилось, маман, все хорошо. Хотела спокойно выпить капучино, но не тут-то было. Не тут-то было. Им всегда нужна моя пенка. Вкусный кофе? Ну да. Попробуй черный кофе. Не будешь спать, Игнат? Страшно в твоем случае. 12 часов сна в сутки не будет. Я, наверное, неправильно сказала. Ратуша, это мэрия города. Ну, что-то в этом духе. И сейчас вот сидим, пьем кофе. И Тома говорит, Оль, глянь, здесь помимо хорватского флага, видите, есть еще итальянский флаг, то есть они как бы не отделяются полностью исторически, да. Даже подчеркивают связь с этой страной. Что там еще? Скорее всего, истрийский флаг и флаг Евросоюза. Томак снимает деньги в банкомате, а я подняла вверх глаза, смотрю, а здесь такое красивое здание. Правда? И вот здесь, напротив, как будто балкончик Ромео и Дульетты. Я уже просто поражаюсь, мы не можем без приключений. Я сегодня сломала зуб. Поздравьте меня. У меня такое случалось один раз в жизни. Кстати, когда мы ехали в Украину, но тогда с этим никаких проблем не было. Я просто пошла к зубному и все. Мы позвонили хозяйке, спросили, есть ли здесь какая-то толковая стоматологическая клиника. Она говорит, да, без проблем найдем. Так что на днях я очень надеюсь на то, что я попаду к стоматологу, потому что зуб, грубо говоря, не отвалился, и мне теперь больно вообще даже разговаривать, потому что часть, одна третья зуба, она как бы откололась и очень сильно впивается в десну. Короче, приятного мало. Но пусть в этот раз я пострадала, а не малые. Мне так спокойнее даже. Ничего, я потерплю. Сегодняшний день мы провели у бассейна практически, потому что как-то, не знаю, так на расслабоне. И сейчас после обеда едем к морю. Погода сегодня не очень, с одной стороны, потому что нет солнца, иногда идет дождь. Но, вы знаете, здесь настолько тепло, что вообще как-то это не расстраивает. Тем более мы сюда приехали на 14 дней, так что еще успеем тут назагораться, насладиться солнцем. И как раз вот комфортная температура, что и купаться классно, и выходишь, тебе не холодно, и не жарит так, что нужно прятаться. Так что во всем есть какие-то преимущества. Вообще на Истрии есть свой такой определенный микроклимат. Вот, поэтому здесь погода, конечно, может меняться 100 раз в день. И даже по прогнозу может не быть дождя, а здесь вдруг буря. И такая погода будет на протяжении нескольких дней. Но зато мы сможем посетить какие-то города, просто погулять, как раз не так душно и так жарко. Так что все нормально, отдыхаем, расслабляемся. И если бы не этот зуб, блин, как всегда. Вечером у всего комплекса также есть подсветка. И сегодня мы, к сожалению, самые громкие. Но зато вчера вот здесь и вот здесь была такая тусовка. Но хорошо, что хорошая шумоизоляция, и когда закрываешь окна, то ничего не слышно. Ну и ситуация с нами произошла. Давайте, наверное, уже в следующем влоге все расскажу. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.